Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гиргель. Здравствуйте. За 2 апреля выявлено еще 49 новых случаев заражения коронавирусом в Казахстане. Таким образом, всего зарегистрировано 435 фактов заражения COVID-19 по всей стране. Новые случаи выявлены в столице, в Северном Казахстане, Атараусской, Восточно-Казахстанской и Жамбулской областях. Самое большое количество инфицированных в Нур-Султане – 199 человек и Алматы – 91. Умерли 3 человека, выздоровели 27. В Алматы самоизоляция и минимальные передвижения остаются в приоритете. Горожанам настоятельно рекомендовано без крайней необходимости не выходить из дома и воздержаться от использования личного транспорта. Перемещаться по городу можно только при наличии справки с места работы, служебного удостоверения и если человек получает лечение. Полиция мониторит передвижение любого транспорта на дорогах. В настоящее время в мегаполисе работают 200 таксистов, номера машин которых занесли в специальную базу. Оперштабом отобрано минимальное количество частников, принимающие заказы через приложение. Они будут обслуживать тех, которые обеспечивают жизнедеятельность города. За последние 20 дней поступает огромное количество запросов в компании Яндекс, Индрайв, Убер с тем, чтобы получить лицензию и иметь возможность передвигаться во время карантина. Я сказал, что мы четко определили перечень автомобилей из этого большого списка. Ошибочно мнение то, что эти люди, взяв лицензию, смогут ездить по городу. Они не смогут ездить по городу. У нас есть 2000 наиболее правильных автомобилей, которые имеют высокий рейтинг. Шестой факт. Распространение фейковой информации о COVID-19 зарегистрирован в Кустанайской области. В одном из мессенджеров появилась аудиозапись, в которой говорится, что парень по имени Азамат приехал из США и болен коронавирусом. Полицейским уже удалось установить личность лжеинформатора. Им оказался 43-летний таксист из Кустаная. После задержания мужчина раскаялся в садейном и обратился к жителям с просьбой не повторять его ошибок. На сегодня в стране рассказали о механизме подачи заявления на отсрочку кредитов. У казахстанцев есть для этого три месяца. С 16 марта по 15 июня в любой из этих дней. Особых требований населению при этом банке предъявлять не будут, заверили сегодня в агентстве по регулированию. Получите отсрочку по кредиту, расскажет Лаура Байбачанова. Без личного присутствия экипы бумаг в стране приняли беспрецедентные правила отсрочки по кредитам. Казахстанцам всего-то нужно будет подать заявление на сайт банка, в котором был взят кредит. Лица из категории «социально уязвимые» и получатели АСП могут даже не указывать причину, по которой они не могут выплатить кредит. А вот всем остальным заемщикам сделать это все же придется. Таких официальных причин шесть. Это может быть и расторжение трудового договора, и неоплачиваемый отпуск работника. Очень важно еще отметить такой фактор. Факт. Это касается не только физлиц, это касается и субъектов малого среды предпринимательства, индивидуальных предпринимателей. Что сейчас не нужно торопиться с подачей заявления, либо выражения согласия. В связи с тем, что срок, в течение которого люди могут обратиться и предприниматели, он ограничен тем сроком чрезвычайного положения. То есть, простыми словами, с 16 марта по 15 июня в любой день из этого периода, в рабочий день, естественно, граждане и предприниматели могут обратиться в банки за приостановлением выплат. Дистанционно подать заявление на отсрочку по кредиту могут и предприниматели. Предприниматели – это владельцы торговых центров, арендаторы в этих же ТРЦ, туроператоры, владельцы ресторанов и кафе, бизнесмены в сфере бытовых услуг. Пока это 9 видов экономической деятельности, но список не окончательный. Дополнять его будут по рекомендации Палаты предпринимателей. Срочка предоставляется в двух случаях. Если субъект предпринимательства занимается видом деятельности, которые, по нашему мнению, согласно порядку агентства, наибольшей степени пострадали от чрезвычайного положения карантина, либо их деятельность существенно ухудшилась. Второй случай – это когда произошло ухудшение финансового положения субъекта малого предпринимателя по причине, допустим, в связи с тем, что чрезвычайное положение, снижение объема продаж, сокращение штата. Приостановить выплату основного долга и вознаграждения по займам должны не только в банках, но и в ломбардах, интернет-займах и микрофинансовых организациях. Это обязательное правило в период ЧП. Правда, соблюдает его, похоже, не все. Сразу после окончания карантина спецкомиссия начнет проверку. Лаура Байбачанова, Хабар-24. Вопросы, связанные с деятельностью микрофинансовых организаций, получили большой резонанс. Потому решено создать около 40 ревизионных групп, которые будут работать во всех регионах. План действий уже составлен в списках 1100 ломбардов, больше 250 компаний микрофинансирования и онлайн-кредитования. Аудиторы будут следить за тем, чтобы в этих учреждениях не было даже намек на создание финансовых пирамид. Ну и главная задача проконтролировать, чтобы все поручения и требования по приостановлению выплат на время карантина соблюдали. Отмечу, для предпринимателей по поручению главы государства разработали программу поддержки льготное кредитование под оборотный капитал. Общий бюджет этой программы 600 миллиардов. Она выдается как юридическим субъектам малопредпринимателей с индивидуальным предпринимателем по ставке 8% на срок 12 месяцев. Ограничение для субъектов малого средства предпринимательства это до 3 миллиардов тенге, для индивидуальных предпринимателей до 50 миллионов тенге. Эта программа принята, в ней участвуют все банки, которые прошли программу оценки качества активов. Это банки, работающие в Казахстане. В рейд по рынкам сегодня отправились сотрудники столичного Акимата. Цель проверки благая. Узнать, подорожали продукты питания, если да, то почему. Впрочем, чиновники уверяют, продавцов к высокой гражданской ответственности призывают едва ли не ежедневно, особенно в условиях карантина. Прислушались ли столичные торговцы к рекомендациям властей, знает мой коллега Андрей Деменок. Наша сейчас задача мониторинга группы, это в первую очередь провести разъяснительную работу среди предпринимателей о недопустимости роста цен. Чаще всего администрация крупных торговых точек встречает журналистов неохотно. Но когда с представителями СМИ сотрудники Акимата сразу открываются многие двери. Как это происходит? Вы подходите к продавцу, говорите, что нельзя поднимать цену. Мы будем предпринимателям подходить и будем объяснять, что есть законодательство. Далеко идти не пришлось. Разъяснять начинают тут же и одновременно. С этим узнаем, подорожала ли продукция. Сколько стоит капуста? Капуста 130. А до этого была? Капуста, она у нас в среднем стоит примерно 103, 105, 110 тенге стоит в сетях. То есть это все зависит от того, как предприниматель берет лаптовиков. Хорошо. А картофель сейчас сколько стоит у вас? Картофель 145. 145. До этого сколько стоило? Картошка, она стоила у нас примерно 90-100 тенге. Встречается на овощной полке среди прочего и настоящий, так сказать, хит сезона. Имбирь. Судя по фотографиям в сети, цена на него доходит до 10 тысяч тенге. У меня вот это раньше я брала, а сейчас 2 тысячи нету. По 4-5 тысячи сейчас. Я вот это давно я брала. Подорожал, да? Да, подорожал. Сильно подорожал. Три раза. А это уже молочный отдел. На эту продукцию, по мнению представителей власти, повышение было, но также незначительное. А причина роста цен более чем уважительная. Основной фактор, они ссылаются на то, что они давно не поднимали зарплату. То есть у них есть обязательства между своими сотрудниками. У вас было повышение зарплаты? Нет, пока еще. Яйца еще один социально значимый продовольственный товар. А значит, государственные органы вправе регулировать на них цену, которая сегодня доходит до 400 тенге за десяток. Здесь вот очевидно, что повышение, по крайней мере, на яйца цены точно было. Ну, это у нас, я как объясняю, незначительные повышения. Действительно, всего на 10, на 20 тенге подорожало? Или больше? Нет. Точно. 20 тенге подорожало. Не больше? Нет. По словам представителей Акимата, цены на рынках столицы они мониторят чуть ли не ежедневно. Правда, пока дальше сбора информации, дело не дошло. Мы передаем наш местный департамент монополий. Они связываются с областями, где эта поставка была, почему повысились, изучая данный вопрос. Если у них подтвердятся эти факты, то они будут привлечены в рамках антимонопольного законодательства. У вас есть цифра с начала года, сколько предприятий было? Сейчас, смотрите, в настоящее время эта процедура проводится местным департаментом. Они сейчас это... Как только решение суда будет, они вам обязательно отдельно дадут комментарий. Только когда эта информация появится в СМИ, в Акимате не уточнили. Тем временем, пожалуй, лучше всего ситуацию с ростом цен характеризует этот плакат. Видимо, его наклеили еще в те времена, когда окорочка стоил 650 тенге, а не 900, как сегодня. Андрей Деменок, Жандос Битабаров, Хабар, 24. В Казахстане полностью приостановлено пассажирское сообщение между регионами Казахстана. Сейчас составы возвращают в места постоянной дислокации. Последний из них завершит свое курсирование 4 апреля. При этом все пассажиры, не совершившие поездку в период чрезвычайного положения, смогут вернуть свои деньги за билеты в течение полугода. Отмечу, меньше чем за месяц казахстанцы вернули почти 600 тысяч билетов. Кроме того, 98% всех международных полетов приостановлено в столице и Алма-Аты с 1 по 13 апреля. Закрыто выполнение всех регулярных внутренних перелетов. Это 540 рейсов в неделю по 45 направлениям. Однако пассажирские перевозки все же будут выполнять, но только для возвращения наших соотечественников из-за рубежа. Возвращение наших соотечественников из-за рубежа координируется Министерством иностранных дел. В свою очередь, воздушные суда, гражданской авиации, отечественных авиакомпаний имеют техвозможность для выполнения необходимых полетов и готовы их выполнить в случае запросов МИДа. С 4 апреля временно закрывают автомобильные пункты пропуска на отдельных участках госграницы Казахстана. Об этом на своем официальном сайте сообщает Комитет национальной безопасности. Работу пограничных пропускных пунктов приостановят на границе с Китаем, Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном. Сейчас в ситуации в мире. За 24 часа в Германии зафиксировали 6 тысяч новых зараженных. Итого, на данный момент коронавирусом в ФРГ заболели свыше 78 тысяч человек. Собирается ли немецкое правительство продлевать частичный карантин, расскажет наш СОПКОР Шалпан Найманбаева. Карантинные меры, которые были введены изначально в Германии на две недели, будут продвенны как минимум до 19 апреля. Власти рассчитывают, что за это время действующие ограничения помогут снизить число инфицированных. Однако готовятся они и к худшему сценарию. Только в Берлине количество мест в реанимационных отделениях собираются удвоить. Будут построены и новые госпитали. К примеру, в здании Мессы Берлин накануне начались работы. Выставочный комплекс превратится в госпиталь специально для больных коронавируса. И уже в конце апреля здесь смогут принять более 500 пациентов. Я хочу отметить, что это будет центр, где мы будем обеспечивать комплексное лечение для больных коронавирусом. Мы видели, какова ситуация в госпиталях Италии и Испании. Поэтому Берлин должен серьезно подготовиться. Мы дали старт этому проекту и заложили первый камень. На данный момент больше всего инфицированных в Баварии. Там вирус подхватили более 18 тысяч человек. Количество больных в Германии, к сожалению, не вмешается. Поэтому полиция продолжает следить за тем, чтобы немцы придерживались строгих правил и не выходили без надобности на улицу. Однако на следующей неделе в Берлине ожидается плюс 20 градусов. Есть опасения, что люди пойдут массово гулять или будут устраивать пикники. Поэтому союз полицейских потребовал закрыть все парки и площади в столице. Сразу же порядка напоминают, что нарушители ждут штрафы. К примеру, за пикник на свежем воздухе могут наказать на 250 евро. Шулпана Иманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар 24, Германия. Весь апрель объявлен нерабочим в России. Об этом заявил Владимир Путин, выступая со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Объявленный период нерабочих дней может быть сокращен, если позволит обстановка. Президент России также дал дополнительные полномочия главам регионов. До конца недели субъекты страны должны сами определить конкретный набор профилактических мер по предотвращению эпидемии. Сегодня в стране зарегистрирован скачок в выявлении новых случаев коронавируса. 771 человек за сутки в 29 регионах страны. Общее число заболевших превысило 3,5 тысячи человек. Субъектам и главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры. Еврокомиссия внедрит программу государственной поддержки краткосрочной занятости. Она позволит людям сохранить работу даже в условиях всеобщего карантина, когда количество работы и заказов сократилось. Об этом заявила президент Еврокомиссии. Меры будут направлены на поддержку Италии и Испании, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса. Напомню, ранее в ЕС приостановили действие так называемого Пакта стабильности и роста. Документ регулировал лимит бюджетного дефицита и госдолга стран Евросоюза. Это позволяет европейским государствам привлекать кредиты для поддержки своих экономик без ограничений. Идея программы проста. Если нет заказов и у компаний стало меньше работы, из-за временного внешнего шока от коронавируса они не должны увольнять своих работников. Они должны продолжать использовать их, даже если работы стало меньше. В это свободное время работников могут обучать новым навыкам, которые принесут пользу как компании, так и самим сотрудникам. Благодаря этому больше людей сохранят свою работу во время кризиса. И они вернутся к полной работе, как только закончится карантин, когда спрос снова возрастет и заказы вернутся. Это будет крайне важно для срочного перезапуска экономики Европы. Ситуация с коронавирусом заставила весь мир отказаться от рукопожатия. Жест, который раньше означал уважение к встречному, теперь опасен для здоровья. Какие на сегодня есть альтернативы рукопожатиям, когда они вообще появились в истории, и останутся ли они в обиходе после пандемии, расскажет Асхатнязов. Точной даты первого рукопожатия определить невозможно. Однако существует барельеф, отображающий события, происходившие в 855 году до н.э. Участниками исторического рукопожатия стали король Осирийцев и Вавилонский царь. Последний этим жестом благодарил Салмонасара III за оказанную помощь. В разные времена люди пожимали друг другу руки, вкладывая в этот жест свои понятия и значения. В Древнем Риме таким образом показывали безоружность и добрые намерения. Тогда воины носили кинжалы в рукавах, поэтому сжимали они не ладони, а запястья. В наше время совсем недавно миру рекомендовал воздержаться от рукопожатий самый ярый их сторонник в прошлом – Дональд Трамп. Раньше для действующего президента США это было своего рода фишка. Журналисты всегда ждали, как отреагируют на неординарное рукопожатие Трампа другие мировые лидеры. Но сейчас даже он боится коронавируса. Отказ от рукопожатия – это правильно. Я думаю, что люди на долгое время откажутся от этого и потом вовсе забудут об этой привычке. Президент Турции такого же мнения. Он воздерживается от рукопожатий на международном уровне, а также призвал своих граждан последовать его примеру. Однако, судя по этим кадрам, не все турки готовы меняться. Конечно, сложно за месяц или даже два сломать восточный менталитет, который преобладает и в Казахстане. Наши власти тоже рекомендуют воздержаться от рукопожатий и призывают носить людей перчатки. Однако, если маски люди начали носить, то с перчатками ситуация пока неоднозначная. Дело в том, что снятие перчатки – это целое искусство. Нужно снимать их так, чтобы наружная часть не коснулась вашей руки. Если же у вас нет натренированного навыка снятия перчатки, то перчатки нужны только в том случае, если у вас есть свежий порез или ранка. Важнее перед выходом из дома нарвать несколько клочков туалетной бумаги, при этом касаться кнопок лифта, кнопок отрывания дверей и так далее можно только через бумажку. А ее после этого правильно утилизировать. Что касается рукопожатий, то на сегодня существует несколько альтернатив. Поприветствовать человека можно, стукнувшись кулаками, коснувшись локтями, ногами. Сейчас в мире это очень популярно. Есть и вовсе неординарные способы приветствия. В шутку, конечно, но все же так здороваются в Иране. Однако все эти варианты в любом случае небезопасны. Пусть не ладонью, но человек все-таки соприкасается с потенциальной угрозой. Куда безопаснее вообще не контактировать. К этому призывали еще до того, как нашу страну коснулась беда, казахстанские аксакалы. У казахов в старину приветствие было Елипсадембертит. А Казах, кому не лент, приходят, за руку бежут. Я хочу через телевидение передать. Это очень опасное что-то, зараза. Он откуда вышел? С туалета, возможно, вышел. И с тобой, если ты не берешь, ты уже некультурный. Тебя уже начали зазнался. А я не хочу брать, например, эту руку. Пришел, все... А вот ручки дамам целуете, нет? Нет, 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 еще не хватало этого. Вот что касается сжатия рук, мне кажется, от этого надо будет отказаться. Самый лучший, самый красивый, вот так, ноги надо. И Елипсадембертит, казахстан. Сейчас такое предложение уже не кажется странным. Более того, в столичных дворах уже сегодня можно увидеть следующую картину. Вот, и никто не сочтет вас некультурным или зазнавшимся. Наоборот, куда красивее, когда прикладывают руку к сердцу и делают поклон. Этот способ также уберет гендерное неравенство. Не задумывались никогда, почему мужчины здороваются руками, а с женщинами только в деловых кругах. До этого всего, как вы здоровались, девочки? Мы, как бы, целовали друг друга в щечки. Ты всех целовала? Нет. То есть самых близких, правильно? Да, да. Ну, а вот так вот с тобой кто-нибудь идет по Казмеде и здоровается? Как просто привет-привет? Да, привет. Я либо машу, либо просто говорю привет, здравствуйте. Вы никогда не задумывались вопросом, почему парни здороваются руками? Ну, я так думаю, это традиция какая-то, ментальность, я не знаю даже. А сейчас целуетесь? Нет, конечно нет. В масках не целуетесь? Да вообще я стараюсь не приближаться к людям. Насколько ситуация с коронавирусом сломает систему? Перестанут ли люди здороваться после того, как это все закончится? Прогнозы пытаются делать психологи. А может и правда, после кризиса именно рукопожатие станет символом победы над пандемией. Этим самым мы будем показывать, что все хорошо, что мы не боимся и продолжаем жить дальше. Аскад Нязов, Дарен Журхабаев и Бутагост Джуманова. Хабар, 24. Казахстанские поэты и Акыны присоединились к музыкальному челленджу, который накануне запустило агентство Хабар. В социальных сетях они распространяют свои произведения в поддержку медиков, которые рискуя здоровьем борются с COVID-19. С призывом «Оставайтесь дома!» народные любимцы поднимают настроение к казахстанцам, стойко переживающих карантин с самоизоляцией. Этот минутный ролик известного поэта Баянгали Алимжанова уже стал трендом в социальных сетях. Смысл понятен и прост. Автор выражает глубокое уважение врачам, медсестрам и санитаркам. Именно в их руках сегодня судьбы сотен и даже тысяч казахстанцев. Такое творчество сейчас важно, а потому идея быстро обрела популярность. Ее подхватили другие поэты и писатели, заполонив соцсети своими стихами. К инициативе поэтов следом присоединились композиторы. Стихи превратились в песни с сотнями лайков. Есть и другие необычные формы стихотворного мастерства. Например, наша коллега, обладательница премии Дарын Жадра Байбуланова, заняла школьников, сидящих дома на карантине. Ее четверостища смышленные дети превратили в настоящее творческое состязание. Когда в нашей стране от коронавируса умер первый человек, я очень сильно переживала. Написала этот стих и разослала его в соцсети. И тогда, если не ошибаюсь, учитель одной школы-лицея в городе Семей разделила строки между своими учениками и в виде челленджа пустила его в соцсети. Вот так мой стих и стал популярным. Удивляют и окны, которые устроили в соцсетях онлайн-тайтысы. Творческий досуг для людей, коротающих время на карантине. Ербулабишев, Марат Дихамбаев, Хабар, 24. И еще один челлендж уже от жителей столицы. Напомню, в Нур-Султане введены строгие ограничения, поэтому останчане нашли способ поблагодарить медиков, которые пытаются справиться с вирусом. Сегодня вечером жители вышли на балконы, аплодировали врачам и исполнили гимн Казахстана. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте www.24.kz. У меня же на этом все. Всего доброго и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова